Так, у меня большое желание сегодня заботиться с этим делом. Так что в следующий раз мы говорим про зарядное решение. Так. Вы в прошлый раз наш счет закончили. Вы рассматривали мировой звук. Оказывается, что в такой системе с взаимодействием в отсутствии столкновений возможно колебания плотности, когда колебания плотности передаются за счет времени. Это называется мировую звук. Значит, скорость этого нулевого звука. Продолжение следует. Значит, скорость этого нулевого звука. Скорость. В первых. То есть, когда колебания плотности передают. То есть, скорость этого нулевого звука. Значит, это когда колебания плотности передачи. И вот здесь есть оборудование затухания, которое связано с тем, что вот так устроено все. Волна, когда распределение частиц падающей, то волна всегда может породить возбуждение на частички. И энергия, при этом волны, передается к частицам, и волна будет затухающая. Более того, при определенных значениях параметра, у нас решение может быть даже здесь, но волна тогда будет затухающая. Значит, то решение, которое не затухающее, оно возникает тогда, когда фирмы широкостной параметра на ноль, значит, больше единицы, да? Что это должно быть? Купомность единицы. Минус единицы. Чего-чего? Или нет? А, все правильно. Больше единицы должно быть, да? То есть у нас было в том дисперсионном уравнении написано, была такая картина. Вот так, исходит на единицу. Вот здесь решение. Вот такое решение. Здесь тоже, в принципе, может быть решение. Ну а, например, если меньше единиц этой, то тогда вот здесь решение. Вот здесь решение может быть, а здесь будет то, что стояло у нас единица на аминь, вот так, единица на аминь. Единица на аминь. Единица на аминь. То есть аминь меньше, значит, нуля, больше минус единиц, так? Вот тогда решение будет отрицательная величина вот здесь. Да. Отрицательная величина. А если меньше нуля, ну, больше, ну, по-моему, это больше, меньше единиц, то тогда вот решение здесь получалось. Так что вот это решение. Вот это решение. Да. Решение. Оно возникает вот в этих условиях. Так. Значит, с чем сравнить эту скорость? На самом деле сравнить можно, конечно, со скоростью обычного, звука. Обычный звук определяется модульным упробностям. Так, если модульным упробностям лянда, а плотность среды трома, то тогда скорость обычного звука, значит, звука, это более квадратный глянда на ром. Для фермоевской системы мы знаем, что модуль упробностям это лянда, это лянда квадрат на плотность состояния по потрояркость эффекта. Так. ПРО на такой системе это масса, там за 13 частиц, на концентрацию частиц. То есть это будет N квадрат на G, а здесь будет единица на массу и на N. И что еще у нас единица на N? Так. Единица на N. Вот у нас, что под крупным остается. Ну, значит, вот это, чтобы вся сокращается, так, N в квадрате одно по эфирме сократилось. Значит, это P в квадрате на 1 квадрат. То есть это корень квадратный и напорник в третьей степени. В эфирме в квадрате на 3 квадрат. Вот скорость отличного звука. Это В эфирме. В эфирме. На море есть 3. Вот в эфирме на море есть 2. Скорость обычного звука, скорость нулевого звука, это, значит, порядковые эфирмы. Эксподенциально отличается от вот этой немножко эфирме. По крайней мере, при малых вот этих обморь, близких к эфирме с единиц, то можно найти, вот разложить просто 50 дорожек, например. Так. Так. И при малых каппле. Ну, а каппле данного, это будет эфирме, эфирме эфирме. Это эксподенциально так же. Так что вот, что можно сказать про эфирму эфирме, чтобы с ней закончить. На этом, с нервным звуком, я закончил. Так. Дальше. Я пойду. До сих пор мы рассмотрели вот эту эфирную эфирную жидкость. А, значит, как жидкость из таких частиц, нейтральных частиц и воды между частицами взаимодействия. Такой. Частиц, так сказать, у нас это эфирме. 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 Дальше. Второе, что у нас было. Ну и, соответственно, заполняет состояние. Каждое состояние занимается двумя метробами, сразу и спину есть. Если нет мобильного боли, то тогда состояние вымуждено по спине. Но спина вообще-то присутствует. И, скорее говоря, в общательной матрице это по-другому описать нельзя. То есть это матрица плотности, ну, по крайней мере, спинного пространства, это должна быть матрица. Точно так же. У нас полная энергия частицы. То, что мы называем генетелианной частицей. Так вот, отлично. На самом деле, эта штука будет тоже матрицей спинного пространства. Так, это тоже будет... Ну, если выбрана какая-то ось, то тогда, значит, можно будет выделить какое-то, значит, спиновое состояние... Разделить эти спиновые состояния. Тогда у вас ε в этом пространстве будет матрица, которая будет содержать спинные матрицы. Давайте я эту простоту напишу просто. Когда выделили на ось, и спина на вторая, и просто тогда спиновое число будет плюс-минус. Тогда ε в этом пространстве будет сегма, которая будет наоборот сегма, плюс там сегма. И тут некая добавка. Давайте я напишу первое. Принципы зависит от импульса. Вот и спиновая часть, которая может быть вверх, или вверх, или вверх, или вверх, а шаг, или вверх, или вверх, или вверх, или вверх, или вверх, тогда органометрицы занимаются спинными. Значит, проникулы и распинываются. А вообще, так говоря, проникулы и матрицы в спинном пространстве не всегда в действительности и вверх, что мы можем вынимать дверь. Одну, это допустим, прям вот и единичную матрицу, это то, что будет соответствовать просто плодности числа шагов. И плюс то, что соответствует спинной огромности. Два S оператора, как оператор спин, а здесь будет, ну скажем, сегма. Вот это будет, это будет, это будет функция распределения как оператор в спин, а вот это, 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 значит, функция распределения простых метров. Так, это весь просто шагов над этой матрицей, а это шагов с оператора в спин Вот это и матрицы. Когда я Prison 我o tu vois, что вот это будет шагов за матрица с операторой в спин, То есть можно внести две характеристики, вот функцию распределения как V, это просто распределение числа в системе, это то, что я до сих пор описывал, как букву просто вот эта штука. Точно так же вообще, не говоря же энергии, можно выделить вклад один и второй, вот это вот имеет вклад в тюблу пространства, но мы видели вверх, в целом, то есть здесь веленичную матрикс в виду пространства плюс маларис, а здесь вот вверх-то век, вверх-то вексилон входит. Это верно будет тоже. Это добавка в лёгии, связанная с основной личностью ПИ. Причём в таком равновесном состоянии, вот это вообще-то, говорит, нет. Там есть сколько воды. То есть, это, если цитата взяток, добавка, связанная, конечно, с этим равновесным состоянием. Вот, что теперь дальше, на следующий дом. Мы рассматривали изменение энергии квазических. Произведение функции распределения. ИТНТР на В, значит, написали сумму на пол, В4. Здесь было одно, как только В4. ДТА, ДТА, ДТА. Вот всё то же самое, только теперь это операция в спинокопастации. То есть, вот это и энергия, и вот. Эта штука будет операция в 2-мой причёте в спинокопастации. И вот эта операция в спинокопастации. То есть, вообще говоря, можно написать, как-то и всё. Давайте седьмой, 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 трейку. Вот, матрицы элементы. Вот операция в спинокопастации. Ну, операция в спинокопастации. У вас есть одна вторая. А здесь там матрицы паули. Сигма икс, сигма икс и сигма сэк. Так, вот эти из матрицы паули, значит, сигма икс, это матрица 0, 1, 1, 0, так, сигма икс. Так, я хотела бы так, что сигма икс. Сигма икс, это 0, минус 3, так, что, да, так, 0, так. Значит, сигма икс, это 1, 0, вот, минус 1. Так, ну, а ещё, это единичная матрица, это 1, 0, ну, ну, вот. Ну, вот, а это вот операция в спинокопастации, значит, одна вторая. Ну, это будет тогда следующее. Это будет сумма по П штриху, так, и по спинокопастации, сигма 1, сигма 1 штрих. Так, тогда здесь будет П, сигма, сигма штрих, это те, которые вот сюда относятся. И П штрих, сигма 1, сигма 1 штрих. Ну, а здесь, соответственно, только П, П штрих, ну, и сигма штрих, сигма, даже произведения этих матриц стоят. Вот, то есть, у нас войдёт вообще-то, когда мы начали взаимодействовать теперь, которая зависит от спинокопастации. То есть, когда П, П, П штрих, ну, заменится на матрицу П, П, П штрих, или, вообще-то, если индексы все выписать, то это вот П, сигма, сигма штрих, а здесь значительно П штрих, сигма 1, сигма 1 штрих. То есть, она будет не к этой, как бы, частице, относящейся к матрице, функции от ринкурса и к этой. Так, теперь, про вот эту функцию, что можно сказать? Она теперь, из неё, её тоже можно разложить на ту часть, которую мы с вами рассматривали, и которая, так сказать, по спинам, так сказать, как по диагонам, так, и ту часть, которая связана со спинокопастацией. Первое, мы должны написать, тут, кстати, у этой функции есть два, как бы, таких, мы с спинокопастацией, 2 и 2, это можно написать. Это единичная матрица. И скалерное произведение первого спины. Так. Так более, так сказать, вот, эротичный, который мы можем написать. Я так и сделал, я напишу, вот, 1, ну, говоря, единица, и единица штрих, это, вот, да, так сказать, п штрих. А здесь напишу функцию. Фитполь, п штрих. Всё. Так. Плюс второй, я так, так, S, S штрих. Так. Сигма, сигма штрих. Сигма, один, сигма, один штрих. Так. Вот, вот, я так иначе 4 поставлю, чтобы я тут эту одну вторую не сделал. Вот. И, как сказать, вторую функцию, которая уже не зависит от спины, которой density мы нашли. Вот, вот, это часть, какая вот из этой функции взаимодействие, мы видим. Вот здесь прямая часть, которая не зависит от взаимодействия, не зависящей от спины. И ту часть, которая описывает зависящую от спины, через взаимодействие. Вот то, что мы до сих пор делаем, фактически мы рассматриваем вот эту часть. И фактически мы рассматриваем вот эта часть. То есть мы рассматриваем фактически шпон этой матрицы в отрасли, в спинном нынке. Точно так же, как у энергии, мы тоже рассматриваем везде вот эту часть, которая не зависит от этой части. То есть вот от этой матрицы мы фактически рассматриваем шпонной матрицы. И функция взаимодействия, именно она у нас контролируется с третьими параметками. А вот это все, вот это. Ими на филипп, мы, то есть штыки, у нас шпила, разложено там, ну вот, по поводу новой ближайки. И в целом, я обозначил так же. То есть, как это было обозначено, какие лица новая, сумма по поводу новой ближайки. Вот это бесконечности, наверное, половину плюсы делится. Мы выбираем, как мы помним, флиппцентр али от хозьмуса т. Вот. И вот эти вот флиппценты у нас фигурируют. Мы их иногда в матрице обозначали, но вот безразмерный параметр, вот, в частности, эффективная масса у нас, так сказать, есть, алимон к единице, то есть, там, алим, там, долгую пробность, это есть, алимон, к единице, то есть, алимон. Там, вот, нулевой скультур, вот эта штука, больше у нас ничего не было. Больше никуда. Еще. Даем, так сказать, вот, через массу, так сказать. Вот. То, что у нас было. Теперь у нас, вообще говоря, функции виле. Так? Ну, точно так же, эту функцию, вот эта функция, она уже не от каких х-стиновых индексов, не зависит, она просто характеризуется, и мы начинаем. И мы начинаем. Иногда называют в литературе, это, как бы, часть, обменное взаимодействие между этими, вот эти частицами. Это не правда, на самом деле. Потому что все это, так сказать, обменное взаимодействие, все это, как межристосное взаимодействие, оно произошло и то, и другое, вот, от одной части. Так. То есть, вот это, зависит, не зависит от скину части, или зависит от скину части. Называют так, потому что, вот, при таком обычном подходе, обменное взаимодействие, оно так и записывается. Поэтому иногда это мы называем, обменное взаимодействие, но это, строго говоря, неправильно. Все понимают, что при этом имеется в виду, и, так сказать, сложность не возникает. Но надо хорошо понимать, что вот то, что мы описываем, это все это, так сказать, можно понять, происходить от одного, от обменной части, университетического взаимодействия, а по действующей дополнительной части, от этого взаимодействия. Так. Ну, это, так, некое вступление к слову. Вот эту мы тоже будем, и вот ее тоже, вот так же, вот в этой науке рассматривать, подобно тому, как мы делали это все. Вот этой функции цели тоже можно немного рассмотреть, и мы сейчас кое-что рассмотрим, но на характеристики этой функции вводится вот такого же типа разложения, как мы пришли. Точно такое же разложение, то, что инфекциенты этого разложения обозначают, ну, обычно, да, вот. А все остальное – это же самое. Инфекциенты разложения, вот фигурируем, вот так, я бы сказал, у русскоязычки, по крайней мере, в литературе фигурируемые взаимодействия пишут, вот такими буквами A и B. Причем вот это оно, это какая характеристика? Это тогда, когда мы вот эту всю функцию заменили просто на константы. Вот она вообще от этих инфекций не зависит, просто есть некая константа, вот это и есть там. Если мы учитываем там угловую зависимость, то там вот появляется, например, анализанка и все прочее. Точно так же вот здесь, если это константа, то это, по-моему, традиционное разложение, планирует. Он отвечает от того, что эта функция заменена в константы, и тогда вообще все это происходит за обменное взаимодействие, которое отлично пишет S, I, S, 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 4 такое, а это, кстати, обменная интеграция, и еще константы. Вот если здесь константы написать, тогда все это сильно смахивает на этот взаимодействие. Так, давайте я простые вещи рассмотрим сейчас. Давайте рассмотрим энергию спинного щепления. Энергию спинного щепления могут. Поехали. 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 Как так? Спинное щепление в магнитном поле. Да. Давайте рассмотрим. Кстати, я вот здесь писал, вот, когда у вас выделено одно направление, тогда можно просто написать, что энергию плюс седьмом, она будет вот эта спина, которая спинного щепления. Точно так же вот здесь можно в простом варианте, когда выделено направление, и у вас тогда спина, просто можно ввести просто спинное фантомное число, то плюс, ну, и везет диннадцать. Тогда просто вот этот штрик заменится на, вот, будет зависеть от сигма и сигма штрик, вот этих ванковых чисел, скиданных, так? И будет просто равнофи от б штрик, здесь будет фи от сигма, сигма штрик, а здесь будет плюс сигма и сигма штрик на си от б штрик. Вот, просто. Так, где сигма, просто плюс минус единица. А, так вот здесь вообще-то можно просто. Здесь этих индексов даже не нужно, потому что это плюс минус единица. Так, плюс минус единица. Так, теперь что? Давайте рассмотрим, вот я хочу рассмотреть, у меня есть пимовое ощупление, магнитный пол. То, что, вот, называют этим сигмоновским посчитанием. Ну, сигмоновские обычные двигатели, а для свободных электронов и для свободных вот таких частиц, мы попробуем это сделать. Значит, у нас, например, эти частицы, это, значит, есть П сигма, так? Тогда рексила на П, ну, сигма, ну, назовем это расщепление наше время. Ну, по планке, вот, аше мега 0, это его единственное расщепление международным. Так, значит, чему это расщепление, как это расщепление, чему будет равно это расщепление? Так, значит, вес, да и его единственное, чему вам? Аше мега 0, куда-то? Восемька и дворца, аше мега 0. Значит, магнитный момент минус 0, так, то энергия в поле, это магнитон 2, так, то это минус B, так, и тогда, так сказать, это добавочка энергии в поле. То это будет равно тогда, значит, ну, с учетом того, что минус отрицательное, это будет минус минус 2 минус на H, на B и на, значит, что? Так, все, да, так, минус 2 минус 2 минус 2. Так, это будет тогда, значит, ну, не сам угол у вас, это и наш, на 2 МС, так, значит, ну, вот это и минус, мог у Е на 2 МС, Е, это зарядный метро, не может, не будет. Тогда у вас будет здесь Е на 1 МС, ну, вот это и есть это расщепление, которое, там, все равно, там, сколько циклатурного в поле, если это произошло, если нет, как бы, про, значит, просто частицы с магнитного момента, то тогда спинного расщепления равно 2 МС. Ну, стоим, наверное, для одного, где-то, например, В, а второго соответствует с минусом. Вами с этой, в 1 МС, частота, извините. Так, что получится в системе взаимодействия? Так, это я написал просто оцеплю, чтобы кто-то понимал, в каком порядке это увеличена, да, что-то, эти тела. Так, так, значит, ну, как мы должны написать энергию? У нас, значит, изменение энергии в поле происходит вот за счет спинного расщепления и есть еще взаимодействие магнитного момента. То есть добавка к энергию в поле происходит СИГМА. Это здесь следующее. Это здесь минус СИГМА и умножить на В. Так, плюс то, что связано с следующим взаимодействием. СИГМА по СИГМА по В. Вот эта старая часть функции взаимодействия, которая у нас у меня было написано. А здесь будет тогда ДФ, 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 которая вызвана. Но из первой магнитной поры приводит к расщеплению этих состояний. Поэтому ДФ, ДФ, это будет ДФ, П. Так, а, ну вот ДФ. Так, это я вас тогда должен написать тоже вот здесь, в этой части. СИГМА на ПФ. Вот я вижу разность этих функций распределения, которые... Изменение — это то, что вызвано магнитным пунктом. СИГМА, это будет ДФ от ЭПСОМ В, значит, плюс, плюс СИГМА. И на какой-то, так сказать, на какую-то величину, на какой-то... Нет, так. Ашу международ пополам, так. Ну, так. Плюс СИГМА. СИГМА, 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 СИГМА. Давайте я, например, Ашу, метр, ноль. Амедр, ноль пополам. Так, вот так назовём это. СИГМА, 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 СИГМА. Вот возмущение — это как раз разность этих штук, которые возникают у меня здесь. Так. Так. Отдыху. Сейчас, сейчас, сейчас. Дэнни. Отдыху, которая же нам здесь. Так. Двойку, куда мне идти? Двойку, куда ж Богу идти сейчас. Так. Так. Сейчас мы напишем уравнение. Это вот это для Ашу, метр, ноль. Ашу, метр, ноль. Ну, или для Ашу, метр, ноль пополам. Так. То есть, если здесь эта добавка связанная с вот этим, СИГМА, Ашу, метр, ноль пополам, это вот здесь, я имею в виду СИГМА, Ноль, В, А, плюс СИГМА лучше. СИГМА, СУМА, ПО, ПО, ШТРИК, СИГМА, ШТРИК, А здесь СИГМА, ПО, ШТРИК, А здесь СИГМА, ПО, ШТРИК, А здесь будет, если добавок разложить по этой штуке, считать, что допустим, магнитную форму у нас слабо. Так что так и есть, конечно, потому что если я для этой эфиры достичь таких, вот их такого вот лишнего хорька, невозможно, чтобы сравнилась с ИГМА. Тогда здесь будет ТЭФ, ПО, ШТРИК, А здесь будет СИГМА, ШТРИК, ну, вот еще там СИГМА, ШТРИК одно оставалось, вот так СИГМА, СИГМА вытащил, а СИГМА ШТРИК оставил. Здесь будет ШТРИК, А, ПО, ШТРИК, А, ПО, ШТРИК, А, ПО, ШТРИК. Так, ну, теперь, что? Ну, во-первых, я СИГМА могу упать. Так, повторяю, вот здесь СИГМА ШТРИК и СИГМА ШТРИК, это, значит, единица, потому что если у него положить, у них тут единица, если у него отрицательный, то это тоже единица. Так что это даст просто двойку, это суммирование даст двойку. Так что здесь будет также миллионных двух полов, так, равно минус, ну, может, В, так, плюс сумма по ПО, ШТРИК и двойку, здесь СИГМА, ПО, ШТРИК, так, а здесь будет ДФ, а ДФ всего, так, ну, и, на самом деле, оно попало бы тоже, попало. Вот, на самом деле, упражнение для вот этой энергии спинного защипления. То, в принципе, значит, эта штука могла бы зависеть от этого и прочего. На самом деле, это не так, потому что вот она, Дарши Меганор, и первая из услуга, это вот эта. Поэтому Дарши Меганор, конечно, констант, потому что остальное у нас ни от таких углов нигде не зависит. И из узорового соображения, конечно, что Дарши Меганор, а частота спинного защипления тоже ни от таких углов не должно быть зависеть. Поэтому тогда остается свет. Вот эту мы практически можем заменить на константки. Ну, либо подставить вот это все разложение, все равно интегралы со всеми членами, то есть кроме членов с хр. равным другом они тут будут получать. А оставшиеся интегралы задут следующее. Это будет H омега 0. Ну, двойку можно убрать, конечно, будет 2 мин. на B. А здесь будет плюс. Вот эта констант V0, единица на G, тогда появится 207, В 1, единица на G, потому что мы там на 1, интеграл от P0, 0, который есть в 1, по-сосмосу, это значит, даст двойку, которая необходима на вот интеграла номера. Так. И, значит, тогда остается у нас вот здесь только сумма P' до N' по D' D' по D' D' по D' и N' В 1, в общем, этого не вернули. Стар константы, которая… То есть спину расщерления, которое мы примем, который между уровнем веет. Ну и отсюда видно, вот это – это есть так. Войку я еще там продам, выбор еще от спины, вот это вот, вот это все вместе, вот здесь у него мы уже долго поедаем, вот это все – это вообще, так говорим, минус P. Минус противостояние. Потому что если здесь минус b подаётся, вот мы знаем, что это подаётся как раз в крупности 100. И у вас получается, что h-метра может быть, например, здесь бинного расщепления в коробе магнитного поля, это будет минус 2, биноль на b, так. Ну, а здесь, чтобы я переносил сюда, остаётся вот такой, знаменитый, единица минус, да вот этот минус перенесём в ту часть, это будет плюс 2, ноль, так, и g сократится, всё, единица плюс 2, ноль, всё. Вот, умертые спины выщепления на самом деле оказалось круто. Ну, в действительности это можно проставать так, как будто бы магнитный момент у частицы. На самом деле изменились. Если записать эту энергию спину в расщепление, ваше лиодонное, от минус 2, мин на b, а вот до этого ноль, получится выражение, это мин ноль на единицу, то есть, вот как и эффективный магнитный момент у частицы, вот так. Значит, ну, и, в принципе, он может существенно включаться от минус, если б ноль, если вот этот знаменатель достаточно мало, чтобы начинать отлучиваться. Потому что для того, чтобы было мало, было должно быть отрицательным, то есть, вот, минус единицы, как-то. Так что вот это ещё одно, то, что мы получили. Ну, и давайте я тогда ещё магнитную восприимчивость, что ли, напишу. Так, измениваю магнитную восприимчивость. Вот, прямо с этим же связанным, чтобы закончить нам вот эту равновесную использованию спину. Магнитную, на магнитную, на магнитную. Это, для того, чтобы магнитный момент у меня нет минус, а здесь сумма по b, а здесь разность числа частиц со спином в одну и другую столбую. Это b плюс, теперь b плюс, скажем, минус, это b минус. Так, вот это, соответственно, это минус. Значит, сумма по b, здесь f, 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 f плюс, скажем, там плюс. Так, сипа. Вот, давайте даже так и напишем наш диагнозор пополам. Так, вот это с плюсом. Минус, f, 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 минус, аш, диагнозор пополам. Это, конечно, если бьет, аш, а не агнозор, поэтому я именю за вопрос. Вот, вот мы увеличились. Магнитную восприимчивость, значит, тут более полегку. Если вы начали обычный хим, спиновый, это спиновая аналогичность, спиновая вагнитная распределенность, тогда написать можно как ГРВП. Вообще-то говоря, дифференцировать по Г нужно что? Вот у нас на уменьшенной поле, аномагичность, вот здесь высланная пример вагнитную. И вообще-то еще и химический потенциал вагнитного распределения. Его тоже нужно дифференцировать по Г, пишут здесь. Но это в том же случае, если у него температура не дифференцировать, объем не дифференцировать, тогда остается химический потенциал. И химический потенциал ни к какому результату не приводит к дифференцированию, поэтому я напишу про то, что связано с дифференцированием. По Г это и дает окончательное выражение. Получится, значит, 0. Здесь будет сумма по F, здесь будет GF по GX. Ну и я буду стремить вагнитную полу в конце 0, поэтому вожать будет к 0 скремиться, но производная не расстанется. Здесь останется, так, D1, она сложится, да, D по T, D, 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 D. Здесь будет сумма по F, D, 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 D. Вот это деференцированный у нас будет – минус, минус 2 Ξ, все минус 2 Johnson. И тут будет мультипстроф. С минусами с минусом подъем сюда вместе, мной я, это даст плотное состояние. Это сумма по П, минус ДР, ПТ, а вот тот П вот здесь остался настолько поверхностно, потому что по спинам я вам тут сумму написали, здесь суммировано только, что вот это на орбитальном, так сказать, скепине от свободы, то есть по компонентному импульсу, а вместе с двоих это дает плотность состояния. Так что у вас возникнет плотность состояния, не у ноль, но минус. Вот на орбитном спринче спиновое, это компонентное состояние, где можно свою, и же на него может попадать единицей, то есть двоих. Вот это магнитное спринче для газа, это хино, так сказать, некое хино, то есть переномирование единицей, то есть двоих. Вот, это спиновое спринче. Причем, вот еще один, значит, эффект, это вот на магнитный момент повлияло, да, яблоко, так сказать, межчастичное взаимодействие. И повлияло на магнитное спринчество тоже явно. Я подчеркиваю, что это на самом деле, может быть, магнитное спринчество, только спиновое, так, есть еще, конечно, питание, если заряженные частицы, так, а вот если спиновое, если не заряженные, то вот такая, так сказать. Вот теперь у нас есть, значит, те моменты, как-то основные результаты, которые показывают, почему, собственно, фирмы живут. Да, а, еще спину его, давайте еще спину его, впервые сейчас, давайте это сделаем, и после первых мы сейчас поговорим про спину его, чтобы начать получить полный набор, так сказать, знаний о том, чтобы, такая, теория нормальной фирмы живут здесь предсказываться, чтобы можно было бы смотреть, и чему это привозить, может быть. Все, в первых мы сейчас поговорим. Значит, правило, учет спина при рассмотрении таких явлений переносных кинетическому равнению, при рассмотрении этих собственных возбуждений, этих эффективных, для безучета спина мы рассмотрели такие, показать, что такие возбуждения могут существовать, это вот то, что мы назвали за 0-2. Так вот, в школу ходят, при их участии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игорь Михайлович 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 Игорь Михайлович